День народного единства Что за праздник отмечаем? А, День Единения. Единство ли Единения. В общем, что-то связанное с Минном Пожарским. Единение России, что ли? А что за праздник это? А? А что это за праздник такой? Ну, я не знаю. Единение России в тем случае. Все этим сказано. Праздник? Господи, День Единства, если мне память не изменяет, да? Поменяли, раньше был 7 ноября у нас, а потом сделали День Единства. Ну да, знаю. 4 ноября также отмечают День Казанской иконы Божьей Матери. У государственного и церковного праздника общие истоки. Икона была символом движения. Перед ней молились Минин и Пожарский. В дни решающих битв за Москву и Кремль она была с ополченцами. Праздник это Казанская, самое главное. А потом Ельцинский праздник, который он придумал. Единение какого-то, когда мы никогда не разъединялись. Четвертое число. Ну, я думаю, что это объединение всех народов. Это праздник терпимости, это праздник понимания, это праздник единения всех вер, наций. Честь единства народов. А что это вообще такое, единство народов? Уважение, толерантность, видимо, имеются в виду друг к другу. Чего не наблюдается, к сожалению. Так что вот так могу сказать только вам. Как провести эти дни без вреда для здоровья в пандемию? Дома посидеть надо. В изоляции. Иначе может кончиться плохо. Что сказать, в такое время нельзя гулять вообще, выходить в общественные места. Сидеть дома, заниматься любимыми делами. Я, например, вяжу очень много, смотрю телевизор, новости. Того и всем желаю, чтобы пореже выходили на улицу. Так что я очень себя берегу. Погулять можно. Сходить вот по этой дорожке, оздоровительной. Я думаю, так, ну как мы пенсионеры, нам что только. Остается отдыхать, гулять, больше ничего. Дорогие горожане, отдыхайте дома, у телевизора. У нас сейчас будет двое внуков. Может быть, в лес будем прогуляться, но не дальше. Наверное, будем дома. Поменьше на улице ходить будем. Есть только магазин туда-обратно.